МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особый предмет, оберегающий владельца от бед, защищающий дом и приносящий счастье, есть у каждого народа. У казахов оберег называется тумар, что является калькой с арабского слова молитва. Форма тумара в каждом случае продиктована его сакральными свойствами. Треугольник наиболее распространённое, скажем так, классическое. Сейчас в форме тумара производят множество вещей, в их числе сувениры. Здесь производители дают волю фантазий. К тому же продукция, рассказывающая о нашей стране и сделанная отечественными мастерами, сейчас в тренде. Итак, знакомьтесь, производство сувенирной продукции к 25-летию независимости Казахстана. Вообще история брелоков уходит в глубокую древность. Известно, что это было чрезвычайно модно в 18 веке и вплоть до второй половины 19-го. Английские дэнди носили их на цепочках для часов. Каждый уважающий себя мужчина имел на своей цепочке более 10 брелоков из различных материалов, большей частью из золота. Постепенно брелоки, как украшения, совсем перестали носить. В 20 веке их стали использовать практически только с одной утилитарной целью в качестве подвески для связки ключей. Но и в этом качестве брелок по-прежнему остался популярным у дизайнеров. Появились брелоки-амулеты, брелоки-сувениры. Для того, чтобы создать самый распространенный сувенирный продукт, брелок, казалось бы, много ума не надо, но на самом деле все с точностью да наоборот. Самое сложное в этом деле – идея. С нее все и начинается. Так как идеи у нас создаются с нуля, оттачиваются, на это уходит время. Мы за полгода вперед уже начали думать о продукции на 25-летие, чтобы она была концептуальной, креативной, ну и в то же время сдержанной, чтобы данная продукция могла быть использована в дарении. С каждым кварталом, не буду говорить с каждым годом, мы стараемся пораньше с каждым кварталом, мы стараемся автоматизировать каждый процесс, мы работаем над этим. Процессы – это начиная от бизнес-процесса, заканчивая до производственных процессов, тем самым повышая качество и увеличивая нашу производственную мощность. После того, как идея утверждена, дизайнер начинает воплощать ее на экране компьютера. Сейчас новые технологии позволяют с легкостью рисовать на планшете в точности, как на бумаге, обычным карандашом. Мы вместо бумаги сейчас как бы все технологично, вместо бумаги мы стараемся использовать электронные устройства. Нам в этом хорошо помогают планшеты различные, графические. Как будто художник рисует на бумаге, то есть там никаких отличий нету. То есть самовосприятие и давление – все прям рассчитано для того, чтобы дизайнер, художник мог чувствовать себя, как будто все это делается на холосте либо на бумаге. К слову, процесс создания эскиза и готового дизайна продукции может занимать от двух недель до нескольких месяцев. В нашем случае надпись «25-летие независимости Казахстана» создали в довольно-таки короткие сроки. Далее рисунок преобразовывается в так называемый векторный формат и отправляется в следующий цех. Здесь в работу вступают два аппарата. Первый из них – лазерный резак. Вообще лазерные резки поддаются практически все материалы, независимо от твердости. Дерево, из которого и создаются будущие сувенирные тумары-брелоки, режется здесь очень быстро. Пять минут – и готово. Осталось только нанести изображение на брелок. Здесь вступает в силу лазерный маркер. Внутри встроен лазер, который механизированный, то есть это не ручная гравировка. Получается, мы вводим задание, машина обрабатывает это задание, мы вводим определенные настройки, машина принимает эти настройки и уже конкретно по заданным настройкам делает гравировку определенного размера, определенной глубины, определенной скорости. Сам лазер, если, допустим, это какой-то большой предмет и крупные какие-то рисунки или буквы, то скорость, естественно, может быть высокой. Если это какие-то мелкие предметы, то, естественно, настройки здесь другие. Но сам луч попадает, получается, на сам материал, на сам предмет и выжигает. Брелок практически готов. Осталось только добавить необходимые цветные элементы. Так задумал дизайнер. Кропотливая работа делается вручную. Последний штрих – и готово. Этот аксессуар – незаменимая вещь, потому пользуется большим спросом. Другой популярный сувенирный продукт – обычная открытка. Трудно себе представить современного человека, который никогда не покупал или не получал красивых карточек с пожеланиями. Сувенирные открытки «Мейд ин Казахстан» вдобавок знакомят и с национальным колоритом нашей страны. Во-первых, они информативны. То есть там описывается, если это какой-то праздник, допустим, Саргасалу, да, это наша традиция казахская, такой нет, допустим, в той же Европе, если оттуда приехали гости к нам. Это описывается, как на казахском языке идет транскрипция латиницей, то есть чтобы иностранец мог прочитать правильно. И само выполнение, само исполнение, оно идет не просто напечатал на бумажке и отдал, то есть что-то, ну, что должно придать какую-то ценность, что ли, этой, той же бумажке. То есть там очень много детальных вырезок, каких-то объемных вещей. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов. Разработка дизайна, верстка макета, выбор технологий производства, определение метода печати, выбор материалов изготовления и послепечатная обработка. Качество открытки определяется двумя составляющими – дизайном и бумагой. Поскольку открытка должна принести радость человеку, напомнить о каком-то приятном моменте и ее внешний вид, и то, какая она на ощупь, должны доставлять получателю удовольствие. Потому графический дизайн – самый главный аспект. После этого картинка отправляется на печать на промышленный лазерный принтер, где из одного большого листа получается 8 будущих открыток. Печать производится с помощью цифрового оборудования. Подобно фотокопировальным аппаратам, лазерные принтеры используют в работе процесс ксерографической печати. Однако отличие состоит в том, что формирование изображения происходит путем непосредственного освещения лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера. Печать осуществляется тонером, который представляет собой мелкодиспенсерный магнитный полимер, который плавится при температуре 200 градусов. Тонер засыпан в тонер-картридж, и благодаря магнитному валу, который располагается внизу картриджа, равномерно по нему распределяется. Далее технологи-операторы сгибают открытку и вклеивают объемный элемент. Его предварительно изготовили на лазерном резаке. 20 минут, и открытка готова. В последние годы спрос на товары, отражающие национальную идентичность казахского народа, заметно повысился. Народные умельцы, небольшие предприятия и крупные компании производят качественную отечественную продукцию в больших объемах. Потому рынок сувениров, сделанных в Казахстане, стал намного разнообразнее. Редактор субтитров А.Семкин